Но Бог не вернулся от того, чтобы обещать Ему, что с семи жены сотрет главу змеи. И это обетование исполнилось Господи нашему Иисусу Христу. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы очень часто слышим эти слова. И сам Христос умоляет Отца Своего простить тех, кто Его распинает. Что значит простить? Даровать им Царство Божие. Даровать им пребывание с собой рядом. И в этих словах открытие. Пробывается нам любовь Божия. И дается нам основание нашей любови. В этих словах и правда жизни. Что человек не может прожить не обиден на того человека. Это правда. Вольно или не вольно. Желая того или не желая. Но очень часто это происходит потому, что мы не вникаем в душу Бога. Мы ее не знаем. Не знаем мы и своей души. Своих внутренних сил. И эти силы открываются нам по мере духовной жизни. Эти силы могут быть разными, добрыми, злыми. Открывается наше сердце. И прощение это то основание, которое мы с вами полагаем, вступая в Великий Господь. Трудно жить вне прощения. Трудно жить в обиде на ближнем. Особенно обида может тогда, когда с тобой поступили несправедливо. Когда тебя предали, когда тебя обманули, очень тяжело это пережить. И кто это переживал, знает, что это состояние наоборот. И очень трудно бывает простить. Невозможно бывает простить. Простить, значит, пожелать тому, кто тебя предал, унизил, обидел, обманул. Быть с тобой в царстве и в Боге. В царстве и в Дед. Вот вершина прощения. Это не психологический атак духовный. И спросить у Бога, и молиться за врагов. Но мы с вами и на опыте знаем, что если мы прощаем человека искренне, то камень спадает с нашей души. Нам дается свобода. Свобода внутренней. Свобода жизни со Христом. Потому что мы последовали Христу. И Он дарует нам. Дарует нам пережить эту свободу. Когда мы с вами спрашиваем прощения у тех, кого мы действительно обидели. Но мы с вами не с вами. Субтитры делал DimaTorzok